Четыре с половиной часа. Именно столько времени есть, чтобы спасти человека, у которого произошел инсульт. Если помощь поступит вовремя, то он полностью поправится. В противном случае пострадавшему грозит инвалидность. О первых признаках заболевания рязанцам рассказали на акции в областной клинической больнице. У него появилось резкое головокружение, он не может встать. И если вы подходите к нему, начинаете вступать с ним в разговор, чувствуете, что у него как будто смазанная речь. Или наоборот, он не понимает обращенной к вам речи, не может подобрать правильное слово. И при этом, когда вы смотрите на пациента, то увидите, что у него происходит асимметрия мышц лица. У него опускается с одной стороны, как правило, с одной стороны угол рта. В этом случае нужно немедленно вызвать скорую. Врачи отмечают, что заболевания встречаются все чаще. Это связано с тем, что люди стали активнее обращаться к врачам. Раньше инсульт нередко лечили в домашних условиях. Причем возраст пациентов молодеет. Наша задача сейчас, наоборот, снижать статистические заболеваемости в Рязанской области. Она у нас сейчас где-то колеблется на цифры 420 на 100 тысяч населения. Но где по Российской Федерации цифры это 350, вот так вот колеблется, 350. Стоит отметить, что профилактические акции уже стали традиционными. 29 октября все сосудистые центры Рязанской области, среди которых Сасовский, Касимовский, Шиловский, Ряжский, Рязанский, проводят профилактические осмотры граждан. У них измеряют артериальное давление и берут кровь. Читают лекцию о мерах профилактики. Коррекция своевременного артериального давления, своевременное выявление повышенного холестерина. Раз в год мы обязательно должны, если имеем повышенные цифры холестерина, контролировать свои УЗИ сосудов в шее. Далее мы должны самостоятельно контролировать свой вес, избегать большое потребление соли, увеличивать физическую нагрузку. Врачи напоминают, что стресс и большие физические нагрузки чаще всего становятся катализаторами инсульта. При этом полностью излечиться может лишь каждый десятый. Опасный период составляет 7 дней, острый – 21. А ранняя реабилитация длится до полугода. Поэтому специалисты призывают беречь свое здоровье и не стесняться обращаться к врачам. Ведь профилактика помогает спасти жизнь.